Нравятся мне американцы. Они ходить не умеют, но они умеют ездить. Вот эта леди вышла из машины, сейчас обойдёт что-то, доползёт до своей машины и уедет. Даже не сомневайтесь, что она возьмёт и уедет. Она еле-еле ходит. Но ездит она очень хорошо. Вот так вот. И я хочу, чтобы вы это увидели, чтобы вдруг никто не сказал, что это какая-то фикция и что это где-то там подстроено. Я много раз видела. У нас, правда, тоже есть люди ездят, которые за рулём ходить не умеют, потому что они набухались. Они садятся в машину и они, короче, едут. А это не набуханный абсолютно человек. Это очень пожилой человек, который еле-еле ходит. И вот она себе молодец. Доползла до машины, села в неё, поехала. Вот. Это вот всё о загнивающем западе. Привет, друзья. Приготовление к ярмарке. Приготовление к ярмарке полным ходом. Утром встала, подумала, что я хочу сырников. Запеканку петь ещё не буду, хотя можно было бы, не хочется заводить духовку. Хотя я подумала, может, я сделаю запеканку, творог с яблоками. Чего мне жариться с этой сырники, ещё и на жиру, и на сковороде. Точно. Будет запеканка. Сделаю с тыквой и с яблоком. И еду сейчас в Рэндалс купить молока на творог. Молоко на ряженку натопила. Это же процесс. Молоко натопить, потом дать ему скиснуть, потом всё, потом кушать. А творог дать скиснуть, варить, стечь, чтобы он упрессовать и продать. В общем, едем за молоком. Еду через мусорку. Я мусор выкидываю. Тут ходят его, собирают работники под дверью. Но я ношу по необходимости мусор самостоятельно. Боже мой, расскажу вам историю. У меня позавчера, вчера мне было некогда. Я ездила, искала мастера, который мне сделает уколы красоты. А позавчера у меня была девочка-клиентка. Вы можете себе представить? Знаменитая девочка. Девочка-дальнобойщик, тракер. Я у неё попросила, говорю, вы канал ведёте? Губинка. 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 Губинка молодая. Губинка. С мужем вдвоём на траках. Они водили. Она не только тракером в Штатах стала. Она была тракером уже в Европе. Бросила офис. И с мужем занялись. Поехали по Европе. А теперь ездят по Штатам. Хотят свой трак купить. Ой, какое у меня грязное стекло. Видите, как я быстро исправила ситуацию? Выскочила и окно протёрла. Да, такая девочка, продолжу, очень интересная. Я посмотрела, ну, мне пришло оповещение, что она на спильном телевидении. Я посмотрела видеоролик. Говорю, боже, Оля, что ж вы мне не сказали, что в мене такая ведома особа? Она говорит, такая ведома в мене всего было два. Интервью. Говорю, да совсем ничего. Ух ты, а что это за такая машинка маленькая? Стоит, ещё и перекрывает выход. Да, так что у меня была очень интересная девочка. Прикольно. Такая маленькая. И, представляете, и тягает, как она сказала, в самые, что ни на есть, в самые, что ни на есть, большие траки. Так у меня уже появилось такое желание получить водительское удостоверение. D, G, L, G, C, L. Не помню, какой это вид прав. Ну, короче, на траке пойти поучиться, а чё нет? Мне было бы интересно вообще сесть за руль трака. Но не работать на нём. Это романтика не моя. Я ж вам говорила где-то когда-то, что меня позвала какая-то девочка-казашка работать на траке. Я говорю, не-не, это как-то не очень моя романтика. Ну, а чё я так лихо поехала в ту полосу, когда мне надо в это ехать? Я ж в Рэндаллс за молоком. Дай говорит, боже мой, так по нольтике отросли. Я так старалась и делала. Но я медлительная в маникюре. Ну, потому что я факультативно занимаюсь маникюром. А профессионально у меня именно, я считаю, высокий уровень это татуаж и патология. Конечно, я не все делаю патологические операции. То есть хирургические, какие-то глубокие какие-то, то, что делает хирург, естественно, я не делаю. А именно броши ногти и всякое разное прочее, системы вставлю корректирующие. Это, конечно, моё. Расскажу, как я училась, где я училась. До этого у меня, ну, мы к этому приближаемся. С видеоролика Полине об Эфедре, это неспроста, это она была зачинщицей. Она не то, что меня не пинала, меня пинать не надо. Мне только покажи что-то цикавое, я уже цепляюсь. Так, мне бы тут не проскочит, и бы я не пометаю. Где-то тут будет заправка, а за заправкой сразу Рэндаллс. Я уже так один раз делала, заблукала, ну, не заблукала, а не зрозумела, где воно есть. То заехала, думаю, заодно заправлюсь, а потом в Рэндаллс. Заправилась, загляделась, смотрю, Рэндаллс поряд. И вот десь воно тут мае бути. А может, не тут, может, еще через светофор. Да, и мы с Олей 4 часа. Ну, там были ногти очень отрощенные, я очень берегу ногтевую пластинку, чтобы ее не повредить. И у меня вот именно демонтаж как-то много времени забирает, снятие, ремофф, ремофф. А, вот я вижу уже, вижу заправка, и мне надо перестраиваться. И мне надо перестраиваться. Так, и желательно заразу ее уже начать перестраиваться. Я думаю, никого тут не подрезала. Правильно, чувак, ехал как еле-еле. А теперь, когда я его перед носом проехала, он перестроился во вторую линию. Вот. И шо, як? Ебать копать? У тебя был знак 100, пидорас. Ты мне показываешь руками, куда ты едешь. Укуренное, блядь, чмо. Ой, извините, друзья. В честь святого Валентина, конечно, тут сегодня шарики, шмарики, клубнички в шоколаде. Это все востребовано. Мужчины ходят, очень пахнут. Такое впечатление, что день влюбленных принадлежит именно мужчинам. Но радует, нарядные. Один мальчик прошел, так пахнет. И этот запах именно красивый мужской. Я вспомнила, что существуют мужчины с приятными мужскими ароматами. Так, я рассчитываться, потому что я набрала всего вот такого. Шибануться, это у меня все работа. Взяла, кстати, кокосовую муку. Забыла, что я решила делать запеканку. Пошли рассчитываться. Все в коры придут тому, кому их купили. Улетел у кого-то из рук. А, класс! И поехали. Сейчас мы будем ехать мимо того места, где я выехала навстречу. Сегодня я не буду такое делать. Сегодня я обойдусь без адреналина. Потому что тут вон и так ездят чуваки, не реагируя на знаки. Видимо, их любовью накрыло. Вот видите, знак. И вот этот на Мерси, пидорок, который у меня перед Ноксом проскочил, на него не среагировал. Он ехал навстречу. Еще и махал своими крыльями. Сидел там, навалил штаны. Так уже сиди молча. А не факайся. Вот тут вот я выехала. И сейчас покажу, в какой карман я заскочила. В карман встречки. Вот он будет прямо... А, куда? Вот он. Вот. Он напротив меня, этот карман. Я прямо выскочила вот из этого выезда в него. Видите, вот сейчас машина стоит, ждет сюда ко мне повернуть. Мне надо было вот сюда, вот в этот карман. На разворот. То, что сейчас делаю я. А я влетела вот в этот карман, что слева, для встречного движения. Я тогда, конечно, охренела. Охренела? Это ничего не сказать. Я тогда очень охренела. Очень хочется цветок. Все покупают цветки. Может мне заехать себе лилию купить или удержаться. У меня же есть цветы. Какие навязчивые идеи про цветы. Это справа, все же, личные комплексы. Сегодня я наконец-то прицепила для съемки телефон. Это новый держатель для телефона. В этой машине для съемки, ну вот именно для вот этой держалки, очень панель неудобная. Вот именно для вот этой вот держалки. Его и так ставь, и так ставь. Он захватывает панель. Я уже тут три извела. Они у меня все не подошли. А этот и с зарядкой. И что? Сейчас чуть-чуть я с мысли сбиваю, за дорогой слежу. И зарядка. И оно тут лапки механически хватает. Вот телефон обнимают, а потом отпускают. То есть он ему жесткости придает. Он не ерзает, не за счет, держится не за счет магнита, а вот его держат автоматические такие лапки. Они механически хватают. Телефон. Что за запах? Чего-то пережаренного, горелого. Надеюсь, это не я. Горю. Горю. Ну, это пищевая гарь, а не проводки. Как будто бы корм подгорел. Так, где мне тут ехать? Я без этого еду. Без навигатора. Думаю, не проеду. Я не знаю, как люди ездят и в пути ведут какие-то рассказы, рассказывают. Я не могу. Я сосредотачиваюсь на дорогу. Я начинаю думать о дороге. И у меня как-то не получается. Когда я... Пассажир, я, конечно, нормально могу разговаривать. А когда я веду... Блин, я реально сосредотачиваюсь на дороге. И тут мои цезаревские возможности или способности... Возможности не заканчиваются, а способности заканчиваются. Блин. Солнце в камеру, наверное, да? Долбеть. Но солнце повернуть я не могу точно. Это уже следующий мой уровень. По-моему, здесь мне надо ехать. Да, тут оружейный магазин. И я опять просрала. Хотя я могу ехать сюда. Не, не буду ехать сюда. Поехали домой. Что вот это вот за прижимание? Выйдите уже, придурок, на эту полосу. Чего ты прижимаешь меня к бордюру? Своей полосу. Ты встал на свою полосу. Держись ее нахрен. Еще и сюда поехал третью. Ой, извините, я ругаюсь. Как заправский. Это я вот это по ржи ругаюсь. Едет как девочка. Не знает, где бы ему, куда бы ему пристроиться. А, тут девочка и есть. Я поняла. О, извините. Выбачайте. О, что тут у нас за день открытых дверей. Сегодня у нас пакия какое-то объявили в честь святого Валентина. Пойду посмотрю, как индусы в любовь, любви радуются. Так, тут все ок, детей нету. Нормально. А то мне не хватало неожиданностей. Так что в 4 часа пойду посмотрю. Вообще-то мне надо сейчас сходить в офис и сказать, что мне апартменты не додали москитную дверь. А то мой балкон им, видите ли, мешать начал. Он не такой, как они требуют. Шторка моя вдруг мешает им. Мне только что в дверь воткнули попереджение, что я нарушила правила этой общины. Охренеть можно, блядь. Я вообще в шоке. Что за правила? Нашла, что я нарушила что-то там, типа, что-то там на моем патио не так. Типа там только может быть садовая мебель. У меня там два стула. Стол, цветы, кормушки. Все. Что им там нарушила, сфотографировала, буду идти спрашивать. Они меня пугают какими-то штрафами. Что-то мне это как-то начинает все не нравиться. Жила-жила. Люблю красивый балкон. Что я там нарушила, не знаю, буду разбираться. Иду из лизинг-центра. Говорю, у меня пришло нарушение письмо, что я нарушила. У меня, говорю, чистота и порядок. Они, типа, это, мол, трэш. Какой трэш? У меня нет трэша. Я сама за трэшом слежу. Вокруг своего дома я этот трэш собирала, который они должны были собирать. У меня идеальный балкон. Я им показала фотографии. Оказывается, занавеску надо снять, которую я закрыла, чтобы моих труселей не было видно. Ну, буду снимать занавеску. А что делать? А то уже и трэша не придумали. Я там повесила шторку. Что я сказала, труселя вдруг мои не подойдут. Так вот, я смотрю, шторки есть. Вон балкон вообще укрытый полностью. Там собаки живут, постоянно лают и воют. А вон ещё красивее люди от солнышка прячутся. Пусть справятся со своими обязательствами. Пусть дадут москитную дверь. У всех она есть, а у меня её нет. Вот я вас и выкатала. Выгуляла. А теперь идём. Сегодня четырнадцатая. Я буду ставить творог пятнадцатого. Он, возможно, до пятнадцатого он скиснет. Пятнадцатого я его сварю. Откину шестнадцатая. И то не все. Не двенадцать банок, а может быть, только шесть смогу сделать. Откину, другой поставлю киснуть. И до восемнадцатого я успею это всё сделать. Я надеюсь на это. Ну, всё. Пошлёпали. До дому.